Всем привет! Станок 1В61. Хочу поделиться с вами этим видео, может кому-то будет интересно возможности, поскольку по длине можно на нем протачивать валы, изделия изготавливать. Смотрите, по паспорту он идет по длине обрабатываемой детали 750 миллиметров, но если захотеть умудриться, можно подлиннее засунуть. Вот смотрите, вот такой вал, это с дерево обрабатывающего предприятия. Это получается протаскивать бревна, он протаскивает под собой, такая нарезка. Внутри, так понимаю, пустотелый, идет вал и здесь проблемка. Подшипник заклинило и здесь выработка большая образовалась. Наплавили и я проточил сейчас. До этого длины я 850 миллиметров делал, все помещалось, все хорошо умудрялся как бы. Здесь получается у нас что? Здесь сняты у меня разобраны кулачки, у меня кулачки разобраны. Кто знает, вот такие вот. Получается здесь, не соврать, по-моему, на этом патроне шаг 9. Что подсказываете, я точно не помню. Хотелось бы, конечно, приобрести патрон другой, чтобы иметь множество всяких кулачков для различных работ, чтобы поставил, чтобы не одни портить. Здесь нужно было фрезернуть их и сделать более, как говорится, поменьше заготовки. Пришлось мне снять кулачки, расточил, расточить биение. Вот, получается, засунул я практически полностью, да. Ну, я имею в виду, до уперся. И, получается, здесь сдвинут салатский до конца. И, получается, суппор тоже сдвинут у меня тоже до самого конца. Вот он упер. Поставил я сюда конуса. У меня есть вот такие различные, даже со школьника, но все по длине они не хватало. Нашел вот такой, укороченный такой. И, получается, вот задняя бабка стоит, грубо говоря, меньше, чем наполовину, на грани. Но зажимать она зажимает. Блин, плохо видно. Я надеюсь, вы видите. Вот она зажимает. Как бы, в принципе, хватает, зажало. Работа выполнена, все, в принципе, получилось. И по длине этот вал. Получается, вот он. Длина, ну, почти 870, да. Ну, 800, 865. Так что, в принципе, даже 800, 865 по длине миллиметров можете протачивать. А так я делал валы 850 длиной. Даже там побольше, просто, получается, засунуть, чтобы дальше в трубу, где-то, по-моему, труба 45. Ну, 44 по диаметру вы засунете. Так что, вот так. Обязательно, когда делаете какие-то валы, да, там, чтобы не ударять, обязательно щиты или доски подкладывайте, чтобы не портить станину. Пока у меня нет свободного времени, хочу. Потом сделаю обзор на Ереванское чудо, да, станок 1В61. Так что, всем, кому полезна была информация, ставь, поддержите лайком, ждите следующих видео. Всем удачи, всем пока!